Искра, которая требует связи с Творцом. Что это за искра? Это корень души, через которую человек чувствует, что он находится вне того состояния, которое должно быть, вне объединения с Творцом. Можно описать это с психологической стороны человека, как он описывает, как он представляет себе эту искру? Как голодный человек, который очень хочет наполнить себя. Так здесь, можно сказать, человек, который чувствует, что в нем есть что-то внутреннее, что пусто, требует наполнения. И он не знает, где достичь этого, и даже что это именно. Я стараюсь так подумать, чтобы проще было обратиться к любому человеку. Это искра, которая есть в каждом. Что это? Что это за ощущение? Это ощущение отсутствия Божественного. На самом деле, ему не хватает только слияния с Творцом, но он незнаком с этим, не знает этого, только видит, что жизнь пустая, и нет цели, и нет причины, и не ожидает от своей жизни, по сути, ничего. Что он чувствует, что ему не достает? Он не знает. Но он не чувствует, что ему Творца не достает? Нет, этого он не знает, но здесь наша работа уже. Распространить, что ему полагается, чего ему не достает, и кроме того, как достичь этого. Недостаток Творца, который ощущается в нем, в неосознанном виде, облачается в нем в недостатке чего-то другого? Иногда, но он очень быстро видит, что это ложь. Какого наполнения ожидает человек? Он не знает. Он не знает. Мне не хватает. Жизнь пуста. Или алкоголь, или наркотики. И все. Нет у человека, чем наполнить себя и дать за этот хиссарон что-то серьезное. А наша роль в чем здесь? В чем наша задача? Сфокусировать его, добавить ему слова, то, чего не достает. Наша роль здесь объяснить каждому человеку, что действительно нам нужно, чтобы заполнить этот хиссарон. Он пишет, что искра пробуждается иногда и пробуждает в нем страсть. Как пробудить эту искру с большей чистотой, а не так, чтобы проявлялась иногда? Начать объяснять, что это, по сути дела, цель существования человека, что он почувствовал, что ему не хватает Творца, потому что тогда жизнь его примет правильное направление и начнет развиваться. Он начнет развиваться туда. А если уже пробудилась в нем эта искра, в чем тогда его работа? Он должен тогда пестовать искру. Должен читать, слушать и все, что относится к этой искре. И эта точка в сердце, эта искра? Последний вопрос. Почему есть такие, как он пишет здесь, которые не согласны с этим, а есть те, которые наоборот? Это неважно. Или отрицающие, или привлекающие. Это, по сути, зависит, в каких внешних состояниях находится человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова